Владимир Доморад, уроженец Бобруйска, родился в декабре 1919-го. Искусство полюбил с малых лет и пронёс через всю жизнь. Не забывал о нём даже в годы Великой Отечественной. Будучи снайпером, в минуты отдыха рисовал портреты однополчан, которые те отсылали домой вместо фотокарточек. Эти и другие факты накануне узнали воспитанники школы изобразительных искусств, названной в честь самого Доморада. Вот это, дети, лина гравюра. Это, потрогайте, это доска из линолеума, на которой, вы видите, вырезано что-то, да? Вот. Он сделал несколько линогравюр, посвящённых Великой Отечественной войне, и именно памяти о погибших воинах. Мне так интересно слушать о тех художниках, которые жили в каких-то других странах, другие века. Вот именно их впечатляет то, что этот человек вроде и недавно жил. В 2005 году он умер. Вот это их впечатляет. И то, что они могут посмотреть его подлинники. Они всегда интересуются, спрашивают, а это настоящие картины. Юлии Малинок больше всего нравится работать с акварелью, рисовать пейзажи. Дуновение ветра, шелест листьев и своё настроение – всё это можно передать с помощью красок. Так же думал и Доморад, уверена юная художница. Мне нравятся его картины тем, что он очень чётко, очень внимательно передал саму суть картин, эти чувства эмоций, которые он испытывал и всё чётко прорисовал. Творческие учащиеся увидели и много любопытных вещей, которые принадлежали художнику при жизни. Например, фляжку для воды, с которой Доморад не расставался ни в военные годы, ни в мирное время, а также полоски ватмана с названиями картин и датами их написания. Татьяна Касьян, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.